приветствуем дорогие друзья с вами 48 вольт точка ру сегодня мы соберем сборку аккумулятора литий-железо-фосфат 16 с 48 вольт емкость аккумулятора 50 ампер часов ячейки будут использоваться литий-железо-фосфат 3 2 вольта 50 ампер часов его и высшее качество сопротивление также мы проверим ну а если вы еще не подписаны на наш youtube канал естественно нужно подписаться будем признательны поехали собирать сборку а для того чтобы померить тестером наши элементы нам нужно обнулить прибор плюс-минус соединяем здесь на экране но должно быть по нулям так 11 и 0 на приборе должно показать напряжение и сопротивление 1 ячейка у нас показывает напряжение 32 вольт сопротивление 0.38 миллион 2 ячейка напряжение нас 32 вольт сопротивление 0.36 миллион 3 ячейка напряжение у нас 32 вольт сопротивление 0.32 миллион 4 ячейка напряжение 32 вольт сопротивление 0.32 миллион пятая ячейка 32 вольт сопротивление 031 миллион шестая ячейка у нас напряжение 32 вольт сопротивление 030 37 миллион седьмая ячейка напряжение нас 32 вольта сопротивление 037 миллион и восьмая ячейка напряжение нас 32 вольт сопротивление 037 миллион переходим к следующим ячейкам 8 также эти 8 элементов показывает нас 0 3 миллиона напряжение 32 вольта видео немного ускорю для быстрого процесса и все элементы кстати были взяты с одной коробки элементы высшего качества перед тем как между элементами проложить изоляционные листы текстолита мы последовательно проложим аккумуляторы 16 последовательных элементов это плюс-минус плюс-минус и так далее после того как проложили изоляционные листы текстолита между элементами теперь у нас получилось два таких блока все это стягиваем армированным скотчем он очень прочный и надежный часто используем сборках болты мы не используем используем шпильки шпильки также промазываем специальным кофутером фиксация резьбой для полной надежности прикрутили шпильки теперь устанавливаем перемычки здесь силовой минус здесь силовый плюс здесь на соединение змейкой плюс минус плюс и минус далее плюс минус плюс минус соединение простое никак не перепутать здесь быть главное повнимательнее плюс минус и плюс минус дальше идет переход на следующую банку длинную перемычку вставляем также плюс минус устанавливаем также пассивные балансиры здесь два порога 352 и 366 ток балансировки 53 миллиампер сразу устанавливаем клеммы шайбы гайки клеммы у нас идут по плюсам последовательно для того чтобы потом можно было удобно припаять балансировочные провода все это дело закручиваем затягиваем далее установка бмс перед тем как установить бмс плату мы проверяем напряжение на выходе на силовых плюс минус это напряжение должно соответствовать на выходе от бмс когда мы подключим балансировочный шлейф напряжение 52 и 6 запоминаем а вот и наша бмс литий железо фасфат 16 с 48 вольт максимальный ток нагрузки 60 ампер максимальный ток заряда 30 ампер бмс у нас симметричная б минус идет на силовую клемму п минус идет на заряд-разряд ну и как всегда балансировочный шлейф мы не подключаем к бмс когда будем припаивать балансировочные провода просто рядом фиксируем здесь у нас идет черный провод на силовую клемму минуса остальные 16 правдов идут последовательно по плюсам вот таким образом мы фиксируем балансировочный шлейф не подключая гбмс просто рядом фиксируем вы можете зафиксировать двухсторонним скотчем первое что подключаем это б минус синий провод здесь откусываем все самое лишнее далее зачищаем провод я всегда этот провод сворачиваю несколько раз потом засовываю в клемму и клемму мы обжимаем после того как обжав клемму мы усаживаем в клеевую термоусадку для полной безопасности и надежности теперь подключаем балансировочные провода здесь главное соблюдать последовательность 1 получается черный провод b минус к силовой клемме припаяв черный провод далее мы подключаем припаиваем красный провод на эту же банку плюса у нас получается 16 красных проводов подключается по плюсам 16 элементов последовательно следующий провод припаивается второй это на вторую банку плюса третий провод припаивается к третьей банке плюса здесь у нас получается идет плюс первой банке то минус плюс вторая банка и вот третья к 3 припаиваемся дальше все понятно и легко если мы делаем по схеме не торопясь 4 красный провод подключается в четвертой банке здесь на самом деле очень просто зная схему подключения бмс если даже вы перепутаете балансировочный провод и припаяете его не на турбанку и потом далее вы подключите балансировочный шлейф к бмс кто пмс сразу не выйдет из строя просто напряжение у вас не будет соответствовать которые показывает на силовых плюс-минус и на выходе от бмс и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Последний балансировочный провод подключается к силовой клемме Плюса на последнюю банку После того, как припаяли балансировочные провода, еще раз проверили, что у нас все правильно подсоединено последовательно Далее подключаем балансировочный шлейф к BMS Помним, что напряжение у нас было на силовых 52,6 Вольт Такое же напряжение должно показать от BMS Балансировочный шлейф подключен верно, дальше на зарядку Прежде чем поставить на зарядку, мы делаем фокус-покус Два аккумулятора Зарядим аккумулятор одной зарядкой Нам нужно параллельно соединить два аккумулятора И ждать до того момента, пока не отбалансируются и не зарядятся полностью все элементы Ну вот и все, наши элементы зарядились Видим, что все балансиры горят Отбалансированы, заряжены полностью Теперь поставим на нагрузку Нагрузку мы ставим по BMS Это 60 А У нас здесь три нагрузки параллельно соединенные Каждая нагрузка по 20 А Три нагрузки 60 А Так, на одну поставили получается Ставим на вторую Здесь также устанавливаем Так, на вторую линию 20 А 20 И еще здесь 20 Проверяем, какой ток нагрузки подается Здесь, наверное, будет 59, не 60 А 59,5 Да, плюс провода, сопротивление Емкость на нагрузках уже показывает 18 Ач 18,4-18,3 То есть, три нагрузки по 18 Все это суммируется и получаем общую емкость Проверяем напряжение на элементах Потому что BMS еще не сработала по нижнему порогу То есть, смотрим пока 2,6-2,7 В На ячейке уже 2,2 В Это значит, что BMS срабатывает по нижнему порогу на 2,2 В Вот у нас запищало получается BMS сработал Емкость на аккумуляторе получается 54 Ач На трех нагрузках по 18 Ач Второй аккумулятор у нас также сейчас сработает Запищит Вот BMS, значит, также сработала Емкость также на всех трех нагрузках по 18 Ач Аккумулятор у нас протестирован Теперь осталось упаковать Спереди мы используем удобные и прочные упоры, которые мы перечитаем на 3D принтере От корпуса будет выходить провод 1 метр Так что здесь откручиваем и соединяем специальной алюминиевой гильзой провод метровый Все это дело теперь усаживаем в клеевую термоусадку Провода у нас будут выходить через металлические кабельные проходки Также промажем дополнительно комфутером Ну вот и все Осталось упаковать в текстолит и термоусадку Все комплектующие, которые использовались на эту сборку Я укажу под видео, так что можете переходить на сайте 48V Вы приобретете все самое необходимое для сборки аккумулятора Уже 19 г De cela Уже 20 г С cortист��다 цена Машину Проводу По регионам В Которгу Б Лег ni Провод Поэтому Субтитры сделал DimaTorzok Мы должны измерить ширину аккумулятора, у нас 28 см, и высота аккумулятора. Это все вместе суммируется. 49 см у нас в итоге получилось, но ближайшая термостатка это 50 см. Сверху она вот таким образом надевается, снизу и сверху мы оставляем запасом по 15-10 см в данном случае. Аккумулятор у нас большой, чтобы он у нас не разошелся. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот и все дорогие друзья, сборка аккумулятора полностью готова к использованию. У нас получилось 48 вольт 50 ампер часов, хотя под нагрузкой 60 ампер, емкость аккумулятора выдала 54 ампер часа. Надеюсь вам ролик понравился. Если вы не подписаны на наш ютуб канал, обязательно подпишитесь, поставьте лайк, будем признательны. С вами 48вольт.ру Всем пока, до новых встреч.